Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами Вячеслав Котляров, Харькове, 8.08, 18.09, 2016 года. Самочувствие у меня отличное, расположение духа великолепное. Я по вам уже соскучился. Спешу к вам снова в великолепнейшем настроении. Будет классика жанра, доверительная беседа. Вы знаете, что в моих доверительных беседах бывают такие интересные пируэты и кульбиты, которые позволяют раскрыть по ходу пьесы уникальные тайны, загадки и всевозможные таевныцы. Вот, ляпанул. Так, ну вот. А, да, надо же предупредить это. Те, кто хочет какую-то информацию, в интернете есть миллионы и сотни тысяч сайтов. Кстати, пожалуйста, про сайт Асгарт не рассказывайте. Мне приходит часто много писем ВК. Я про него все знаю. У меня просто... Вы доведете до белого коленя, что я этот сайт просто разгромлю. Пух и прах. Всю информацию на этом сайте. Я просто психанусь, делаю ролик, в котором я полностью всю изобличу. Всю сказочность и фантастику написанного. Я уже про пеньки рассказал, что они на самом деле не пни деревьям, а из мясорубки огромный фарш высыпался и застыпал. Поэтому мне каждый, конечно, день приходят, посмотри на сайт Асгарт. Ну, что там смотреть? Хорошая сказка. Для новичков нужно. Но это не значит, что надо зацепиться за нее. Так же, как и глубинная книга. Прочитали. Настроились на Алад. На тот, что в мире что-то не так. Ну, не носитесь с этими книгами и с этими сайтами. Они на самом деле несут всего лишь 2% истины. Не более того. Там информация, она больше развлекательная. Ну, и чем она уникальна? Она заставляет задуматься. То сайт Асгарт, что там какие-то другие там книги, там глубинные. Я при желании могу каждую разнести по пунктикам. Полностью. Пух и прах. Не оставлю камня на камне. Потому что билетристика это дело хорошее. Но молиться на, так сказать, на выдумки, это никуда не годится. Просто задайте себе вопросом, откуда люди берутся информацию. Задайте людям вопросы, откуда они брали информацию для своих книг и сайтов. И тогда вам станет понятно, что то, что в книгах написано, по большому счету выеденного яйца не стоит. Вы знаете, вот самое интересное, что темные всегда пытаются подсунуть какую-нибудь книжечку, буклетик, там Библия, к примеру, еще что-нибудь в этом роде. Нет, друзья мои. Самый идеальный вариант до человеческих сердец достучаться, до душ, это идти и живой речью разговаривать с людьми. Никакие книжки, никакие буклетики не заменят человеческой сердечной речи. Человека, который искренне болеет, переживает за все и вся. И такие люди рано или поздно появляются в нашей ячейке. Мы все знаем кучу примеров. Правда, им говорят потом, пройдите на крест, пожалуйста, или что-то в этом роде. И я вот так вот плавненько подвожу вас, дорогие, уважаемые слушатели и зрители, к тому, что поделиться с вами своими мыслями насчет того, что иногда те, кто наталкиваются на сторонних каналах на мои эфиры, где я участвую, иногда я там веду себя вызывающе. Ну, вызывающе в каком плане? Ну, были, кто смотрел там старый эфир Б, знают, что люди начали откровенно мне хамить. Вот, естественно, говорить, будьте любезны, прекратите, пожалуйста, вот это хамство, мои ушки не в состоянии выслушать вашу вот эту словесную брань. Конечно, я так не мог сказать, поэтому я вышел на уровень, точнее, даже не вышел на уровень, начал говорить, скажем так, с этим матерщинником на том уровне, на котором он понимает, потому что, будьте любезны, бы не прокатило. Вот мне вчера, допустим, тоже понравился эфир Института Б, я был рад, что был приглашен, причем одна такая тема была затронута. Я вот, кстати, по этой теме это, сейчас в двух словах чуть позже скажу, хочу сказать, ну, короче, в двух, нет, сейчас скажу. Там тема была, будет ли революция в 17-м году. Значит, Вячеслав Котляров специально на запись это пишет, революцию в России в 17-м году Вячеслав Котляров отменяет. Вот и все. И теперь осталось немножко проверить, был Славка прав или не был, там сколько нам подождать, годишку, да? Вот, поэтому я революцию отменяю, никакой революции не будет. Живем спокойно, думаем, как распространять знания. Теперь по поводу выживающего моего поведения. Я не собираюсь пойти дорогой Левашова и Петрова и, к примеру, Анатолия Шаршина и ряда с ними выдающихся людей. Что самая большая ошибка Левашова и того же Петрова была? Они собирали вокруг себя миллионы. Я же делаю все наоборот. И в каждом ролике, ну не в каждом, но во многих роликах говорил, не объединяемся, не сосредотачиваемся, а рассредотачиваемся. Потому что как только на меня обратят внимание миллионы, рано или поздно ко мне постучат и скажут, «Вячеслав, вот смотри, красная пилюлька, вот синяя пилюлька, выбирай». Вот, поэтому, чтобы не произошло этого, я уже в одном ролике сказал, я буду себя дискредитировать, чтобы у людей, как говорится, самые понимающие, они поймут и не отвернутся от меня. А слабое звено, ну, есть слабое. Кстати, мое вызывающее поведение, оказывается, еще приносит плоды в плане это, вот этих есть люди, которые там на сектах поведенные, знаете, там они постоянно там, им надо там каким-то богам молиться. И когда я появился, они меня таким святкой воспринимали, такой, вот, второе пришествие. А тут славка такой, это весельчак, балагур, шутник и так далее. И разрушил их планы, то есть не стал иконой. Ну, нельзя молиться на человека, который просто самый обыкновенный человек. Ну, как же на обыкновенного человека молиться? Не загвоздка, правда, знает много слишком, но знать много слишком – это не признак святости. А на самом деле, я вот сегодня проснулся, размышлял на слово «святой» и пришел к такому выводу, что вообще, в принципе, как я, не существовало, поэтому надо правильно читать не «святой», а «сватой». А когда мы читаем уже «сватой», мы с вами знаем небеса. А и вы знаете, в нашем языке интересно, вот это хорошо, уважаемый Сергей Данилов рассказывал, что в нашем языке, это правда, ну, возможно, не только он, можно читать как справа налево, так и слева направо. У Пушкина были утеряны уникальные, уничтоженные произведения, о которых мне довелось узнать, но не удалось почитать. Там стихи у него написаны, их вы можете читать как справа налево, так и слева направо. Стихи сверху уникальны. В одну сторону мы читаем один смысл стихов, в другую сторону читаем другой смысл стихов. Так вот, «сватой» я переэтимологически разобрал это слово. «Сва» – это небо, мы сва, точнее, я говорился, «Сва» – это небеса, потому что мы знаем, небеса – это где нет беса, а небо – это там и где нет бога. А получается дальше «Сва» – это небо, а читаем обратно. Причем наш язык – это матрица, матрешка. Если я не поленюсь, я попытаюсь в ролик вмонтировать нашу буквицу, которая, то, что я сейчас рассказываю, наглядно показывается. Читаем и право-влево, и слева-направо, и вовнутрь, вверх, и вниз, и так далее. По диагоналиях, по вертикалях мы читаем. Мы читаем по-разному. Мы не смотрели раньше на строчку мертвую, мы смотрели сразу, делали, знаете, как снимок, и сразу полностью слово сфотографировали. Так вот, «Сва» – это небо, а «Той» – «От» – надо читать. «От небес». То есть святой человек – это который от небес пришел, там, где нет беса. Вот, поэтому, кто будет попадать на ролики, где я относительно веду себя вызывающий, ну как, если там негатив полный прет, я также отвечаю, если не полный, чуть-чуть послабее, знайте, я уже в одном ролике сказал, я буду себя дискредитировать сознательно, чтобы, во-первых, сектанты уже от меня отвернулись, это уже здорово, то есть люди не будут носиться второй приход, да, и люди, которые, как говорится, мышей не ловят, не в теме, они тоже, как бы, это будут проходить мимо. Для того, что, вот, сейчас, надо, что ты же хотел пробуждать, я пробуждаю тех, кто пробуждаемый, я не собираюсь носиться, так сказать, по городу с ложкой фигурально выражаясь лекарства, и каждому заливать его, так сказать, в уши, чтобы он, так сказать, прозрел. Потому что люди, вот, мне вот приходит много писем, я сейчас начал коллекцию писем собирать, это добрых людей, где они так и пишут, что, Вячеслав, мы вам сразу поверили. Вячеслав, услышанная вам информация привела, там, меня в шок. Ну, это то, что вы говорите, правда, и так далее. Таких писем очень много. Ну, практически, каждое второе письмо, благодаря вашим знаниям, которые вы озвучите, хотя это, ну, не мои знания, это наши общие знания, ведь мы единый род, ведь мы единый рой. Я всего лишь озвучиваю, что было известно задолго до меня. Я всего лишь говорю то, что было еще миллионы лет назад, то, что знали задолго до меня. Я, на самом деле, не мессия, не пророк, ну, есть, конечно, ну, и, по всей видимости, не очень такие, ну, в моем понимании, сверхвозможности. Моя сверхвозможность проявилась в том, что мне небесная канцелярия просто вручила, сделала первым, чтобы я озвучил сотовую модель. Да, до нее пытались много, в интернете даже сейчас можно найти сотовое устройство вселенной. Но, понимаете, одно дело говорить, наша вселенная сотовая, и другое дело прийти и сказать, друзья, мы пересекаем антарктический круг, за которым находятся сотни тысяч земель. Знаете, какая разница, какой сразу, да? Или мы вот говорим, сотовая земля, или мы говорим, а вот за антарктическим кругом находятся новые земли. Тут уже сразу по-другому. Причем они реально находятся, и реально там нас ждут, и за нас переживают. Потому что у них немножко дела получше обстоят, в отличие от нас. Не сказать бы, что они в шоколаде, но по сравнению с нами, у них немножко это полегче дышится. Еще не довели ячейку их до такого состояния, как у нас, что люди на полном серьезе верят, что живут в каких-то странах мира, когда на самом деле все это в концлагерях. Так, что еще такое информационное по подсказкам в плане вопросов? Там, когда-то месяц назад промелькнула просьба оставить ссылку на скриншоты, которые я использовал в беседе с Рахманом Ториором. Вот. Я вот только вот недавно выложил в ВКонтакте, в нашей группе сотовая земля, всю подборку скриншотов, которые связаны с нашим древним славным славянским прошлым, замечательных художников наших, современников. Все, кто хочет подборку эту скачать, я там не помню, там получилось, по-моему, чуть ли не... Вот интересна цифра какая. Помню, что вот именно вышло то ли 144 или то 146 скринов. То есть заходите в сотовая земля перезагрузка. Кто у меня спрашивал, там человек спросил, где можно эту подборку скачать. Это можно ВКонтакте скачать, пожалуйста. Я только недавно дошел. Я все помню. Вот я тоже обращаюсь к вам. Я дойду ВКонтакте и в Одноклассниках до каждого вашего письма. Потихоньку, не спеша, я буду отвечать. Медленно, но уверенно. Многие и неделями ждут, но я все равно прихожу. Если я пишу, допустим, заготовленный ответ, извините, что я вам не отвечаю, это может два варианта быть. Либо вопрос меня не заинтересовал, или тема, которую человек озвучит, либо я чудовищно устал, и мне уже нет сил отвечать на письмо, но я понимаю, ну хотя бы чуть-чуть от себя, хотя бы, пускай уже заготовленным текстом, который звучит так, да, здравия, спасибо, извините, что я не отвечаю, приходит мне очень много писем и смс-сообщений, пошел изучать другие письма. Благодарю за понимание. То есть эта заготовка сделана только для двух случаев. Либо человек задает вопрос, скажите, как отковырять северное сияние и разбить лампочку солнца, тогда я пишу такой ответ заготовленный. Либо я просто чудовищно устал, и при повторном задании вопроса большая вероятность, что я могу быть, как говорится, хитерый, быстрый, дьявольский, умен, и с удовольствием отвечу, на ваш поставленный вопрос. Так, идем дальше. Вот я сегодня с утра это так славненько побеседовал, вот, на разные темы, но я бы хотел бы одну тему отметить. Познакомился с замечательным, великолепным человеком, Виталием, вот. И вот мы как-то с этим добрым человеком разговаривали в Skype, он с Киевом, и я ему как-то скинул ссылку на самый шоковый этот эфир, где бы мне просто пришлось общаться с нелюдьми на их же еще языке, вот. И я говорю, ну, надеюсь, тебе это не разочарует, и вот как Виталий, так мы потом интересно сделали вывод обоюдно, он говорит, ну, меня разочарует, если ты вдруг в один момент скажешь, что все твои знания, это твоя фантазия. И мы смоделировали такую ситуацию, и выяснилось, даже если, ага, как я знаю, мы пошутили вместе, я говорю, ну, прикиньте, Вячеслав Котлеров входит в эфир, и говорит, здравствуйте, уважаемые зрители, слушатели. Дело в том, что я все это время вас разыгрывал ради того, чтобы богатиться. Земля на самом деле не сотовая, она маленькая, кругленькая. Ну, какая будет реакция у людей? Явно у Вячеслава сейчас стоит возле виска какой-нибудь, это пистолет или автомат, и он под автоматом это говорит. Далее, даже если отсечь это, уже даже как бы я бы не сказал бы, что это шутка и розыгрыш, вот мы пришли к выводу, озвучена абсолютно достоверность. Тут уже что я не скажу, извините, я вас разыграл, или еще что-нибудь, это уже не прокатит, потому что озвученные знания, они так и есть. Поэтому скажут, ну, видно, у Славки нервы сдали, поэтому он и начал чепухой заниматься. А то, что он озвучил, так и есть. И так оно и есть. Тут уже я просто в этой большой бочке, так сказать, помните, как этот Сан Саныч из фильма «Не бойся я с тобой», он подошел к бочке пальцем, ее пробил, вот эту железную бочку, и вода потекла. Дяденька, а вы можете голую руку в стенку пробить? Могу даже одним пальцем. Так я уже все, я пробил эту бочку, уже воду не заткнуть. Будут пытаться бесполезно. Это, скажем так, проталина, только будет увеличиваться, и все больше и больше людей с каждым днем будут узнавать, что наша планета в миллиарды раз больше. Вот это, кстати, эфир, ой, эфир оговорился, вот эта запись, это, кстати, я начитался от теплых писем. Я, когда читаю теплые письма от вас, дорогие уважаемые слушатели и зрители, я просто прихожу в восторг и понимание того, что как необходимо идти дальше, как необходимо дальше с вами общаться, вот, как необходимо откапывать твоих, так сказать, архивов, те знания, которые мне известны. Почему все так быстро не получается? Ну, представьте, вот в моем распоряжении огромная гигантская библиотека, информационное поле. И мне, когда задают вопрос, иногда я сразу могу книжку взять с полки, а иногда мне надо будет идти по этим рядам информационного поля, искать книжку, достать ее с полки, прочитать, чтобы ответить на вопрос. Я не отвечаю на вопросы не потому, что мне ответ не будет известен, а не отвечаю, потому что на данный момент он мне неизвестен. Эти знания не мои, и еще раз повторю, это наши общие знания. Но мне, как бы, ну, то ли подфартило, то ли какой-то улыбка судьбы, поцелуй богов, или что-то в этом роде, что они мне разрешили озвучивать эти знания. Хотел бы, как это, как я всегда шучу, энциклопедические данные, да? Ну, вот энциклопедические данные, допустим, у наших предков, наши предки были долгожителями и жили кругами, ну, минимум 144 года, и в иной меру ходили только по собственному желанию. Хотя могли и дальше жить, и следующий круг 144 года. Так вот, у наших предков не было такого понятия идти в армию с 18 лет. Да, если в армию после 50-ти, вы же помните наши, многие изображения наших витязей, это такие уже мужчины, за 50 лет, которые с бородой, там, окладистые, седовласые. Иногда, вот, после 50-ти лет, когда уже мужчина круг детей, как говорится, народил, 16 детей, да, тогда уже можно, как говорится, идти на поле брани. Вот, потому что люди, которые идут в армию в 18 лет и попадают на войну, убивая противника, они кормуют не только на себя, но они еще кормуют нам детей, которые впоследствии могут у них появиться, то есть рождается ребенок и настолько наш тонкий план уникален, что мы там, как бы считаем, ну что тут такого, причем тут за грехи, типа, родители, дети не должны отвечать. Ну вот, вселенная так устроена, все это цепочка, как каждое движение, каждый, каждый поворот вправо-влево, это все ответственность, незнание канонов не освобождает от ответственности. Вот, поэтому, значит, возраст где-то 40 лет, это по нашим меркам где-то 16 лет, возраст 50 лет, это где-то на по нашим меркам 18 лет, после 50-ти как раз и шли, так сказать, в армию, причем и шли в армию, мы же знаем, были различные сословия, были, допустим, витязи, которые это профессиональные, которые из поколения в поколение казаки передавали свои умения, навыки. Те, кто, скажем так, не владел этим древним искусством, занимались тем, из поколения в поколение переходило, выращивали хлеб. Но это не значит, что наши предки не обладали, даже выращивая хлеб, всевозможной техникой боя. Это ж, вот помните, вот это ж в китайских всяких там боевых искусствах, там нам рассказали, что какие-то тибетские монахи взяли этот, помните, вот этот инструмент, который зерно выбивать, вот, и начали там унчаки делать, ничего подобного. Это наши предки, это боевое искусство казачьего спаса, то есть, человек в это время на поле там с косой или с вилами или вот это, выбивает пшеницу, а тут не друг прет, и он уже владеет этим оружием. Кузнец, если нападать на деревья, он, естественно, берет молот, там бандарь, кто там бочки делает, там какие-то свои инструменты, все, все, что, чем человек занимается, все идет под рукой. Швея до иголочки просто накидает, это, видели там ролики, когда игла пробивает стекло. Но вот у нас, как говорится, каждая женщина такой техникой владела, кидала иголку, и оно просто это летело четко в глазик, и животное, которое нападало на их деревья, просто лишалось ока. Да, наши предки, несмотря на то, что были именно определенные, скажем так, сословия воинов витязи, несмотря на это, каждый обладал в той или иной мере это боевым искусством. И это прививалось с малых лет. Кстати, в завершении, я вот не знаю, скорее всего, ролик получится небольшой, предположительно. Ну, я не знаю, как там карта ляжет. Недавно себя поймал на мысли, и сейчас я вот так... Кстати, не помню, сейчас попробую вспомнить. Один человек правильно ответил в комментариях, звали его Владислав К. Я задавал вопрос, назовите, пожалуйста, единственный клавишный инструмент в мире. Он правильно ответил, это клавишный синтезатор. Все, больше ничего не буду добавлять. Клавишный синтезатор это единственный клавишный инструмент в мире. Все. Остальные либо ударные, либо механические, либо струнные, либо духовые, и только клавишный синтезатор является единственным клавишным инструментом. В завершении тоже хочу задать вопрос. Я недавно так посидел, подумал, Пощупал, да, информационное поле И, может быть, это ошибка Я не спешу, когда ошибка, получается ошибка Но я нащупал интересную информацию Еще раз повторюсь, возможно, это не так В чем она заключается? По моей информации, Каддафи не убивали Убили двойника прилюдно А Каддафи, предположительно, по тем знаниям, которые мне известны Он сейчас себя хорошо чувствует Болезненно не реагируйте на то, что я сказал Это всего лишь я нащупал предположения Я не говорю, что так на самом деле произошло Но очень я, и пока близко еще не подошел к этой разгадке Но насколько я к ней близко подхожу Я начинаю понимать, что есть большая вероятность того, что Тот Каддафи, которого якобы убили, он, как и Гитлер Помните, Гитлера тоже убивали А он себя спокойно в Аргентине до 1976 года прожил Мировое правительство своих слух не убивает Оно имитирует, что его убили А на самом деле он где-нибудь на Лазурном берегу Спокойно, как говорится, коротает свою, так сказать, жизнь На этом, пожалуй, все Те, кто положительно ко мне относится, конечно, были рады услышать этот ролик За остальных я говорить не буду, чтобы времени тратить Еще в завершении скажу Мне недавно мультик приснали посмотреть Но я весь не смотрел Ну там смысл такой Японский мультик, он называется Охотник X Охотник И в этом мультике начали японцы снимать про сотовую землю И когда начали подходить к моменту, что нужно на этой сотовой земле переходить в другие ячейки Этот мультик резко в Японии запретили Вот как, видите, бывает На этом все Разрешите откланяться С вами был по-прежнему Вячеслав Котляров Который всегда мысленно с вами Крепко пожимает тех, кто ко мне отнеслись теплом и с любовью руки Мы, те, кто умудрился проснуться и отойти от морока Мы будем зажигать свет и в других сердцах И обязательно сдюжим Быть добру Всего доброго Спасибо До свидания Купались Увидели Вот это Круговая радуга Как это, я не знаю Приз called to Save Как это, я не знаю Блин Без Купались Купались И С Амми Без Продолжение следует...